Библейский портал экзегет.ру представляет Послание к Колоссинам для библейского портала экзегет. Я, Андрей Десницкий, читаю свой собственный перевод и немножечко его комментирую. Ну, послание к Колоссинам, что это такое? Город Колоссы никому особенно неизвестный в древности, а сегодня вообще никому. Находится в Малой Азии, находился недалеко от Эфеса, большого города. Послание к Ефесиным тоже есть в Новом Завете. И, в общем, Колоссы, конечно, в масштабах Римской империи были не очень известны, но своя община там была, и там была, конечно же, и какая-то христианская жизнь. Поэтому Павел, вероятно, не посещал город Колоссы, а может быть, конечно, он поддерживал с ними сообщения с этими христианами, через своих сотрудников, прежде всего, Эпофрасом, которого напоминает послание. Но ясно, что это послание, оно, в общем, не только Колоссынам. И, видимо, христианские общины обменивались теми посланиями, которые они получали. Поэтому он, в общем, не столько говорит об этой конкретной общине, сколько о христианском богослуге в целом. В этом отношении послание к Колоссынам похоже на послание к Ефесиным. Да и города эти находятся не очень далеко друг от друга. Ну вот, по стилю тоже Колоссыни такой сложный богословский текст, как и Ефесини. Давайте действительно почитаем его. Павел, по воле Божьей апостола Иисуса Христа и брат Тимофей. Тимофей его спутник, который вместе с ним странствует. И Павел, судя по всему, пишет это послание из заключения. Но когда он пишет о заключении, сперва все начинают думать, что это из города Рим. Но иногда бывают сомнения в том, действительно ли это Рим. Может быть, из Кесарии, где он тоже был в заключении, Кесария в Палестине. По дороге в Рим. Но это не очень важно. Важно, что Тимофей вместе с ним, вот, соответственно, он старается объяснить им какие-то важные вещи на расстоянии. И брат Тимофей святым, которые живут в Колоссах, верным во Христе братьям. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Такое обычное приветствие. Еще раз мы видим, что он называет верующих святыми. Причем всех, а не только каких-то отдельных. В силу того, что они вот народ Божий, отделенные, избранные и непохожие, так должно быть, на всех остальных. Всегда, молясь за вас, мы благодарим Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Мы слышали о вашей вере во Христа Иисуса и вашей любви ко всем святым. В надежде на то, что ждет вас на небесах. Ну, вот он хвалит в самом начале. И особенно если Колоссинь – это община, с которой он лично особенно не контактировал, то он должен дать какое-то свидетельство о том, что ему знакомы Колоссини по рассказам других христиан. Вы слышали об этом в слове евангельской истины. Оно достигло вас, и во всем мире оно возрастает и приносит плоды, как у вас с того самого дня, как вы его услышали и познали истинную Божью благодать. Вас ему научил наш возлюбленный Эпофраз, такой же, как и мы, раб Христа, вернослужащий ради вас. Он рассказал нам о вашей любви в духе. Ну, вот, собственно, откуда мы берем, что Павел сам там не был, а там проповедовал Эпофраз, его сотрудник или, по крайней мере, тоже проповедник Евангелия. «Поэтому и мы с того самого дня, как услышали о вас, не прекращаем о вас молиться и просить Бога, чтобы вы в полноте опознавали его волю со всякой мудростью и духовным пониманием и поступали достойно Господа, стремясь во всем угодить, принося плоды всякими добрыми делами и возрастая в познании Бога. Пусть крепости во всем вам придаст могучая его слава, чтобы вы были выносливы и терпеливы». Ну, вот, пока такие достаточно общие слова. То есть молим Бога, чтобы все у вас было хорошо и с таким ободрением и похвалой одновременно, чтобы приносили плоды. «Радостно благодарите Отца. Он удостоил нас быть причастными светлому наследию святых. Он избавил вас от власти тьмы и ввел в вас царство своего возлюбленного Сына, который даровал нам искупление, отпущение грехов». Вот Павел подходит к своей любимой теме – богословие, христология, говоря современным языком, то есть учение о том, что такое Христос. И здесь гимн, который напоминает нам гимн во второй главе послания к филиппийцам. И, с другой стороны, напоминает послание к Ефесиным. Вот это такое поэтическое богословие, причем дуникийское. Вот Никео – цареградский символ веры. Он говорит в каких-то терминах греческой философии, а Павел еще не пользуется этим языком. Он говорит немножко проще, немножко, может быть, так вот поэтичнее, скорее, чем в терминах философии. Итак, о Христе. Он – образ невидимого Бога. Мы сегодня, конечно, не называем Христа образом Отца, но слово «образ» здесь, вероятно, подразумевает, что Он являет нам Бога. Он – образ невидимого Бога. Он рожден прежде всего творения, и все было сотворено через Него и на небесах, и на земле, и видимое, и невидимое, будь то престол или господство, будь то начало или власти. Все сотворено через Него и ради Него. Престолы и власти, по-видимому, это название неких ангельских сил. И здесь Павел подробно и развернуто рассказывает о том, что Он рожден прежде, чем был сотворен мир. Вот то, что уже как раз в Никео-Цареградском богословии будет в полемике с ирианами подтверждено. Но Павел, может быть, языком поэзии уже это утверждает. То есть форма другая, но содержание примерно то же самое. Он прежде всего остального, и все держится на нем. А если так, то Он – глава церковного тела, Он – начало. Он воскрес прежде всех мертвых, чтобы во всем первенство было за Ним. То есть воскресение Христа – это не просто Его победа над смертью, но это начало всеобщего воскресения. Это история, продолжающая творение. Это развернутая некая драма, которая от сотворения мира и до нового творения разворачивается во Вселенной, и воскресение Христа – ее центральный момент. Бог пожелал явить в Нем свою полноту и через Него примирить с собой все творение. Вот основной тезис Павлова богословия в том, что касается христологии. Бог являет себя во Христе и примиряется с творением, с человеком прежде всего. Каким именно образом? Он пролил свою кровь на кресте, и ей был скреплен этот мир. Заключение договора мирного в древнем мире сопровождалось жертвоприношением, и жертвенная кровь пролита, собственно говоря, символизировало этот договор или завет. Вот мы говорим Новый Завет, Ветхий Завет, а можно же сказать договор про то же самое. Соответственно, пролитие крови Христа, оно и было моментом заключения Нового Завета, примирения Бога с человеком, и все, что на земле через Него, и все, что на небесах. Ну и вот это его весть о таком полном превосходстве Христа, она здесь проявляется и в чем-то более узком, что земное и небесное все приходит через Него. Когда-то и вы были чужаками, а ваш рассудок, склонный к злым делам, был враждебен Богу. Но теперь он примирил вас с собой во плоти Христа в телесной его смерти, чтобы поставить пред собой святыми, непорочными и безупречными, лишь бы только вы оставались крепки и тверды в вере, и не оставляли бы той надежды, которую вам внушила Евангелие. Оно возвещено всему творению под небесами, и я, Павел, стал его служителем. Понятно, да? То есть то, что он говорит практически в каждом послании, здесь он тоже такими чеканными формулировками излагает, что вы были язычниками, но, войдя в Завет с Христом, вы, соответственно, примиряетесь с Богом. И Павел обычно не обходит и свое личное участие в том, что связано с этой общиной, хотя он никоим образом с ней, кажется, не был связан физически, да, но духовно он с ними. «Я радуюсь моим страданиям за вас», он пишет из заключения, то есть он там страдает, и оказывается, что эти страдания тоже служат их благу. «В моей собственной плоти так восполняется недостаток скорбей Христовых за его тело, то есть церковь». Вот это очень странная фраза. Что за недостаток скорбей Христовых? То есть Христос скорбел, но мало? Надо мне еще немножко поскорбеть? Вот смотрите, здесь, наверное, имеется в виду что-то другое. Христос умер на кресте, и Павел нигде не говорит, что он мало страдал, да, что недостаточно, надо и нам помучиться, чтобы получилось сколько нужно. Но скорбей Христовых за его тело, то есть церковь. После вознесения Христа его тело в этом мире – это церковь. Павел постоянно этот образ подчеркивает. И церковь тоже нуждается в людях, которые готовы за нее страдать, которые готовы себя приносить в жертву, и вот этих людей все время не хватает. Христа уже нет, чтобы снова зайти на крест, он в этом мире не присутствует физическим телом, да, которое могло бы заново умирать, да, в этом и нет нужды. Но люди, продолжая его путь, люди, точнее сказать, следуя по его пути, они делают примерно то же самое, да, они становятся теми, кто страдает за других христиан. Вот Павел, который идет впереди, он оказывается первым, кто это страдание принимает. Вот логика Павлова лидерства. Первый – это не тот, кто больше всех получает почести, денег, славы, известности, чего-то еще, тот, кто первым страдает. «Я стал ее, то есть церковь, служителем. Это назначение было мне даровано Богом ради вас, чтобы так исполнилось Слово Божие. Это таинство было сокрыто прежде всех веков и поколений, а теперь явилось Божьим святым». Павел, как в Ефесинах, постоянно говорит здесь о таинстве, то есть о чем-то таком, что скрыто, что не всем известно, что не каждому дано, но что и обладает очень глубоким смыслом. Причем это таинство было неизвестно. Это сюрприз, секрет. Бог пожелал показать им, святым, все славное величие этого таинства на благо язычникам. Христос дает вам надежду на будущую славу. «Его мы возвещаем, наставляя всякого человека, обучая всякого человека всякой мудрости, чтобы всякого человека представить Христу Иисусу совершенным. Ради этого и я старательно участвую в состязании, и так во мне проявляются действия его силы». Но вот кроме этих богословских формулировок, я бы еще обратил внимание вот на что. Павел говорит о церкви, обо всем человечестве, о язычниках, иудеях и так далее, и добавляет всякого человека. Вот эта тотальность, вот эта глобальность того, что совершается в церкви, того, что сделано Христом, она никого не исключает. Законы больших чисел перестают работать, потому что единственный человек безгрешный умер за людей Христос, и, соответственно, единственный человек грешный, который нуждается в спасении, важен для христианина, важен для Бога, важен для церкви. Говорить о том, что вот, знаете, есть такие, есть такие, но мы не с этими, мы только с теми. Вот в послании к Колосиным этот подход совершенно немыслим. Ну, а во второй главе он продолжит говорить о себе и общине, которое с ним связано, но не напрямую, не физически. Продолжение следует...